я тут саша чувствуешь себя плохо извини несколько минут можно немножко будто я думаю что ты за интересован в этом расскажи что произошло вот если можно правду как вообще все это произошло на море что считаешь нужным это 17 числа я из дома вышел еще пошел на море отдохнуть покупаться позагорать один жене сказал да я сейчас недолго ну прошло то время не знаю сколько там может от 4 до 5 от 16 до 17 этот вот время вот это было четыре или пять часов уже вечера по берегу шел одна сельчанин знакомого юра бойко но остановились мы с ним поразоваривали немножко он предложил мне лица я не хочешь мы тут это покататься с нами здесь по берегу это самое как бы заодно делителя мы хотим проверить если недолго то давайте я поднялся взял к свои вещи какие вещи шорты футболку мне бы нам не были все больше у меня собой ничего не было подошли прошли немного это там 200 300 может не больше подошли дмитрий уже тоже односельчанин дорога он уже там лодки был два парня там рядом было жене и сергей привет привет прыгнули залезли в катер дима завел двигателя и поехали типа он там проверял что-то открывал крышки ремонтировал смотрел неоднократно останавливался на всех режимах там ходил сколько это времени прошло ну так никто никуда не да ну потом проходит время дмитрий вот как типа сейчас могут уже остановились немножко две лет две тела отдохнут подостынут и будем идти домой вот устали так осмотрелись видать дима тоже при этом самым немножко там увлекся далеко зашли на примерно но я не знаю сколько километров когда туда-сюда дмитрий говорит он назовет какой-то катер движется на приличной скорости он завел две тела и также не спеша начал лишь отходить это двигаться в направлении как домой мы собирались уже пойти этот катер разве чуть-чуть подвернул видно что нам набрал скорость добавив ходу ну и соответственно и дмитрий это скорее всего на него назвал мангуст они бывают это беспредельничают вот туда гоняют могут накидать что угодно и рыбы своей могут накидать и оттянуть в и там прописать бог за что конфисковать могут и и флот эти вот эту лодку вместе с двигателями и он как бы стал тоже набрал ход и мы пошли вот ну катеры как по словам дмитрия пограничный он как бы подошел до нас уже ну очень быстро да сделал такой маневр что типа чуть ли не сделал наезд на нас и залил своим струей воды там пол катера воды было но и дмитрий говорит ого что он делает таранить и хочет наехать на нас или бог его знает но это все дело с матами было я ж не буду говорить мат и все остальное дмитрий уже все в испуге он заходит опять сзади сзади у нас у нас две тела начали чуть-чуть как бы и захлебываться или не стали набирать обороты дмитрий кричать попросил мне чтобы я подкачивал груши смысле что топливо ускорил это произошло простите после того как водой залился двигатель да да двигатель практически неисправное состояние на второй заход когда он шел уже рядом с нами почти немножко сзади догоняя вот такой чуть ли не давить были дмитрий опять маты в три этажа и такой кричит его и по нам еще стреляют шустреляют да были слышны выстрелы там уже то в этом что-нибудь да нет а вот попадал неизвестно я ничего не знаю как попадала те не попадала туда в лодку я это был переклоненный до две теле я был назад аж вот так вот отклонился и присел от этого да и слышу две тела начали 5 3 3 3 как бы не хватает а я опять переклоняюсь через это самое начиная дмитрий уже сбавил ход он уже вторичный раз нас перед самым носом пролетел опять залил эту лодку нам водой и обошел пошел вперед я пока подкачал груши вот дмитрий опять завелся мы начали двигаться в свою сторону он вышел навстречу нам и шел типа лоб в лоб это был натуральный таран подрез такой последний момент это я я же спиной стоял переклонившийся к двигателям качаю груши ничего не вижу дмитрий только успел крикнуть пацаны держитесь я вот это что голову успел боковым взглядом увидит димка уже катер положил правую сторону очень сильно катер на большой скорости очень трудно резко сразу повернуть он будет по инерции сунуться еще вперед и он когда это сделала поворот я успел немного так вот глянуть боковым взглядом вот этот ну станок чекатель пограничный и не пограничный кто их знает они в форме были подождите они врезались нас в боковую часть вырвали то пол борта но я короче этого не знаю все произошло мгновенно я не сообразил что произошло я так немножко начал как-то растормаживаться но как растормаживаться не могу в чем дело я хлебаю воду и сам себе так думаю откуда в катере столько воды ну я не мог себе представить даже что вот это вот произошло вот этот произошел таран что все этого не мог представить мою правую руку где-то было зажало на меня навалился один из моих там знакомых я уже так вот четко так четко не четко город расчет его понял что это юрка был бойко я ему так сквозь это голову живу тягу из воды и говорю юра убери встань с меня ну не знаю уже лодка на она же перевернута была или же переворачивалась я не знаю я что было сил дернулся вырвал эту руку и получилось или я толкнулся ногами все меня выплюнуло оттуда я последний момент вот это же как же юрка было не его успел поймать за волос у него так немножко длинноватый было что он урок из взял взялся я за волосы хотел лишь ближе к катеру катер скользкий ничего не получается я увидел в борту дырка я кое-как до борта до этой дырки добрался через катер волны хоть и небольшие были но все равно через перевернутый катер волны плюхали я уже нахлебался столько воды и так глянул вокруг где шо смотрю вот этот катер который нас протаранил он где-то в пределах километра полтора от нас где-то был с километр может быть мне вот это все тянул юрка этот самый как бы на дно все я не смог его держать меня открылись адские боли все и он мне просто выскользнул звук когда подлетает вот этот катер там они что-то метушатся кто-то еще на телефонные то что-то снимает меня вот этот в голове все кружится пластилин я ничего не пойму что происходит они кинули мне спасательный круг но был слишком далеко это был кричать ну давай подплывая там что ты это самое но я не стал юрцы знаю что я смогу до него доплыть они это были это шли потом опять подошли кинули мне тут вторично круг спасательный он уже упал совсем рядом со мной эту рукой протянулся все я уцепился за него они подняли меня на борт на борту был не были непонятно кто пораженщики были я не знаю кто кто в шортах то футболки кто вообще ну бог знает что как вроде бы как гражданские в это самое я таки не сообразил кто они были такие ящу горячки дышать мне вообще стало очень больно попросил сигарету дали мне сигарету не помню выкрули еще не выкурил этим же хлопцам в тех кто не там такие были я же говорю прыгните в воду давайте граждан держал одного человека может кого-то можно было это дело спасти не знаю никто никаких действий не предпринял там один выскочил сказал что-то мы мол позвонили мчс сейчас должен подойти мчс и будут заниматься ну что такое меня уже смутно этот самый кто-то что-то принес какой-то мне лист бумаги далее подписывай я не знаю я вот этот кусок бумаги этот подписала не что-то это все мне начала колотить контракт и вот это вот все я отрубился я не знаю когда я прошел уже так более умение у себя от опять от болей меня уже перегружали на другой катер я так у хлопца уже спросил уже на другом катере куда то что это такие типа мол как ну не типа мчс везем нас в больницу 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 я даже не представлял куда в какой больнице шо шо происходит со мной я не дышать не могу ничего боли адские все приехали в порт пришли меня же опять же 4 это самое там уже стояла скорая вот перегрузили меня в скорую тут опять же съемочная какая-то наручную камеру там снимал меня кто-то но это чисто он был в футболке в голове так крутится вроде как промелькнуло меня в голове у него на спине было так фсб меня погрузили скорую помощь и посадили двух пограничников чей охрана чей поштает на типа как охрана все привезли в больницу там опять это стоит а я вот это плоховато себя очень чувствую вот опять вот эти два человека как будто здесь фсб сидели я к операционной вроде так или где там находился не знаю но на каталке на вот этой врачи бегают суетятся я так смотрю один из них там так это понял фсб или кто-то был он не типа того говорит ты давай был слишком себя идти в свою сторону чтоб типа говорил тоже нам надо а как будешь мол от опираться что ты ни в чем не виноват или туда-сюда мы операцию можем эту тебе не сделать там тебе что тебе там осталось жить и все отправим тебя вместе со своими дружками получается оказывали на вас давление это было давление угроза я там это этого не знаю и плюс еще в море когда ты попросил помочь спасать от этого никто ничего получается не оказание помощи никто молодые здоровые ребята могли чем бояться эти чуть-чуть они там боялись могли же прыгнуть туда и поднырнуть под ту лодку кого-то можно было достать однозначно кого-то можно было хоть хотя бы попытаться попытаться сделать какую-то первую медицинскую помощь или еще что-то никто этого ничего не придал значения сказали мне что позвонили в МЧС сейчас МЧС придет начнет разбираться и доставать ну что-то такое вот больницу такая произошла произошла история потом операция что-то помню вторичная потом вроде как операция да положили меня в реанимацию тут подсоединили ко мне какие-то аппараты капельницы тут это уколы в голове пластилин я ничего не соображаю опять эти фсбшники что-то от меня спрашивают что-то надо им от меня я ничего не пойму какие-то ведут допросы я им что-то отвечают тоже это непонятно потом опять какие-то в военной форме приходили что-то допивали что-то говорили давай мол вот так вот сделаем как будто это я же что-то хотел правду какую ну как все происходило и нам может я им хотел это рассказывать или рассказывал вот они меня там поправляли вот давай так а вот давай так мол сделаем это но я не знаю соглашался не соглашался потом опять съемка на видеокамеру от это а я все вот это вот лежу тут капельницы аппараты ну в голове вот это всякие поле у меня я не вздохнуть ничего не могу сделать говорю очень говорить не очень больно было и я не понимаю как по почему хирурги эти там как-то были в больнице разрешили вести дознание допросы или как-то я не могу этого понять ведь это тем более реанимация у меня вот эти аппараты капельницы висят тут пузырьки я так более-менее глянул под ребрами там загнаны какие-то трубки тут пузырьки с какой-то жидкостью меня висят я не могу еще и вот эти вот дознания какие-то проводили какое может быть дознание это я уже потом когда с этого с реанимации перевели меня в изолятор ни в какую не палату я лежал в обычном изоляторе и не назову даже тот изолятор обычный туалет не назвать туалетом обычная параша где нет этого самого унитаза вот идет консуляционные трубы вот это вонь тараканы бегают ужас все обшарпана с потолка штукатурка сыпется на лоб цепляется как кокарна это ужас ваша жена марина говорила что там решетки на окнах была кровать решетка обычная какая-то кровать я не знаю вонючая чем бог его знает не на дверях на окне решетка металлическая дверь вот таким вот глазком одно единственное что нет этой кормушки но обычный изолятор там даже на дверях написано изолятор одним словом объяснять я думаю это никому ничего не надо для чего он и для кого он существует этот изолятор время проходит в реанимации прошло я не знаю сколько трое четверо суток ко мне был была подошла врач я не знаю фамилию не имя зрение у меня стало такое что я не мог даже прочитать у ней на груди табличку ее фамилию и имя отчество она имел с таким еще выражением лица сказала мол мы вот вас двое сколько трое четверо суток пролечили бесплатно перелечение должно происходить был за деньги в сутки стоит тысяча рублей но я же еще не знал что ко мне приехали родственники моя жена и мой сын и меня в это время а я пить хочу сейчас соберешь я остановлю заказ